Старые пчеловоды считают, что в зиму оставлять свежеотстроенные соты нельзя, они холодные. Надо, мол, такие темные соты, мол, теплые, и весной расширять гнездо для весны, в руководство уже нож начнёт. Что, мол, вот это старый сот, он более тёплый, маткоохотные яйца кладёт и так далее. Ничего подобного. В свежеотстроенном соте, когда все, по законам биологии, размер ячеек соблюдается, рождаются самые крупные, самые полноценные пчёлы. С каждым выводом ячейка становится меньше, я уже говорил, на качество пчёл это отражается отрицательно. Поэтому не хотите, чтобы у вас заразы не было на пасеке, назематозе, а то пчеловоды там лекарство такое и такое лекарство. Немцы-мастера по этим, по лекарствам, по назематозам в Западной Германии. Тогда мы ещё были, там никого не пускали, а наша первая делегация была. И мы по пасекам поездили, у этих немчиков посмотрели, в гнёздах, по носу сто раз больше, чем у нас у каком-нибудь у неряшливого пчеловода. Несмотря на то, что они на первом месте идут по изобретению лекарств от назематоза, у них и фомидио-бэ, и наземак, и они на зиму профилактически скармливают эти все свои лекарства, а назематоз свирепствует. Поэтому, чтобы назематоза не было, меняйте в сотый, у нас привычка вошла, в этом году я ставлю рамки с овощиной, я на рамки записал год, и в зиму гнездо соберу на свежеотстроенных рамках, то есть те, которые в этом году отстроены, на них собираю гнезда, если нормальная корма и свежеотстроенные соты, назематоза никогда не будет, никаких лекарств не надо. И должен вам сказать, что с назематозом лекарствами пытаются пользоваться и вылечить пчелы еще с 30-х годов прошлого века, но ни одно лекарство назематоз не убивает. Скорее всего, вы заразите мед и сами себя чем-нибудь накормите, чем вылечите лекарствами от назематоза. Аккуратность, чистота и полноценный карман никогда не будет назематозом.